Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! С вами портал Экзегет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Мы продолжаем чтение и комментирование прекраснейшей из книг Ветхого Завета «Песни песней». И перед нами четвертая глава. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! Глаза твои голубиные под кудрями твоими, волосы твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской». Нельзя не заметить, что юноша, описывая девушку, движется сверху вниз, начиная при этом не с волос, а с глаз, самой яркой черты. Образы книги часто повторяются. Так голубка уже звучала, когда ее голос возвещал приход весны, как, собственно, голос древнего голубя, возвестивший наступление весны жизни после зимы потопа. Может показаться излишне сентиментальным, но именно таково отношение Бога к каждому человеку. Верно сказать, именно человеку, а даже не просто к каждой человеческой душе. В нашей целостности мы задуманы Богом, в ней, в союзе души и тела, мы войдем в сияние невечернего дня, и в ней мы любимы. Да, к сожалению, эта целостность утрачена. Эти сравнения относительно каждого из нас оказываются гиперболами, преувеличениями. Но Бог жаждет видеть нас совершенными, а любит уже такими. Отсюда это восторженное повторение «ты прекрасна, ты прекрасна». Творец пытается как бы уговорить нас увидеть за собственной нечистотой и падением, за нецелостностью нас настоящих, из образа Бога, вошедших в полную меру подобие Ему. Если мы не видим этой перспективы, то и двигаться нам, собственно, некуда. Для этого Он не только говорит, но для этого Он и воплощается, делает. Зубы твои, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пары ягнят, и бесплодных нет между ними. Сравнение зубов с овцами здесь вполне прозрачно. Параллель проводится по цвету. Козы в Палестине чаще всего черные или иного темного окраса. Овцы, наоборот, белые, каких-то светлых оттенков шерсти. Поэтому волосы, как стадо коз, черные, темные, а зубы белые, симметричные, то есть у каждой пары ягнят. Использованные образы пасторальны, описывают красоты родной земли. Они вполне могут звучать как из уст бедного юноши, так, собственно, из уст и правителя этих земель. Все здесь прекрасно. И дикие горы, и их животные. И домашний скот, и творение рук человеческих, башни Давида. Любовь к женщине здесь выражается через любовь к родной земле. Как лента алая губы твои, и уста твои любезны. Как половинки гранатового яблока ланиты твои под кудрями твоими. Гранат использован здесь в прямом соотнесении со щеками, благодаря своему яркому цвету, с которым сравнивается румянец щек. Гранат, равно как лотос и олени, это регулярный мотив в египетской любовной лирике. Однако еще два смысла не должны ускользнуть от нас. Гранат в культуре имеет и негативное значение. Именно, например, вкушением гранатовых зерен Персифона обрекла себя на брак с Аидом, на пребывание в мире мертвых. Также запретный плод часто воспринимается в культуре именно как плод граната. Также, еще одно значение, этот плод ввиду своей многосоставности воспринимается толкователями как указание на скрытую внутреннюю суть. Ну, например, излюбленным местом аудейских толкователей является указание на 613 зерен в каждом плоде, что символизирует полноту заповедей Торы. То есть гранат и щек могут указывать на красоту, скажем так, вовсе не простушки. В следующих образах смешиваются яркие военные и пасторальные темы. Образ башни раскрывает тему недоступности, и в главе она будет озвучена еще через целый ряд иных литературных ходов. Поэтому можно сказать, что рассматриваемый фрагмент это не просто восхваление любимой друг друга, но и серенада, то есть песня, обращенная к недоступной возлюбленной с просьбой снизойти до поющего. Столб Давидов. По всей видимости, это некая башня, военное укрепление, более в Ветхом Завете не упоминающееся. Поэтому невозможно соотнести его с каким-либо конкретным памятником или конкретной географической точкой. Щиты или колчаны, висящие на стенах, это типичный ход, подчеркивающий мощь и неприступность к крепости. Как, например, у языки Иля. Кругом по стенам твоим они вешали колчаны свои, они довершали красу твою, пишет пророк о гордом финикийском городе Тире. Упоминание о сосках или грудях, а, замечу, слово также может огласовываться и как ласки, что может быть сознательно введено на автором игрой слов. То есть такого рода гласный комплимент не воспринимается адекватно в рамках нашей культуры. Это что-то неприемлемое. В то время как для Востока это вполне традиционно. Египтяне, например, сравнивают грудь девушки с померанцами, с подносом, полным явством. А впоследствии, например, арабская поэзия доведет этот образный ряд до абсолютного совершенства. Созвучие Ладана и Ливана слышно даже в русском языке. Но предельно ярче оно в иврите. Ливана и Ливанон. Юноша желает взойти на благоухающий холм, приблизиться к любимой, а в следующем стихе совлечь ее с вершин неприступности. Не следует искать здесь прямых смыслов в наименовании тех или иных горных пиков. Автор использует их лишь как гиперболу, как указание на неприступность желанной. Как важно соотнести нам самоисповедание героини в первой главе и похвалу ей от героя здесь. Черная, но красива. Моего собственного виноградника и не стерегла. Говорит девушка в первой главе. Об этом мы подробно говорили ранее. Это указание на возможную нечистоту, на утерю невинности. Но юноша свидетельствует. Ты вся чиста, вся прекрасна. Творец мира обращается с этим воззванием к человеку. Приняв как неотступную реальность нашу падшесть и греховность, мы, смиряясь с этим состоянием, позволяем себе в нем пребывать, не просто стагнируя, а погружаясь все глубже в бездну. Только поверив любимому, только увидев в себе воспеваемую им красоту, можем мы понять, что в нас действительно есть место для света. Есть точка роста, в нас есть что любить. Со мною, Сливана, невеста, со мною иди, Сливана, спеши с вершины Аманы, с вершины Синира и Ермона, от логовищ львинах, от гор Барсовых. Замечу, что дом любимый называется юношей нелесными эпитетами. Это, например, скала, в расщелине которой спрятана голубка. Это, как здесь, логово львов и барсов. Он желает вырвать ее из цепких объятий отеческого крова, исполнить слово Господне о союзе любящих, оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одноплоть. Действительно, опыт множества семей показывает, сколько хрупко счастья двоих, если к нему протягиваются чьи-то третьи руки, родственников, друзей, доброжелателей и прочее. С какого-то момента человеку необходимо выйти в жизнь, покинуть стены дома. И хорошо и правильно, если за этими стенами уже ждет любимый, тогда, по слову экклезиаста, никакие трудности не будут им страшны. Горе одному, ибо если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться, говорит экклезиаст. Но в большинстве случаев молодой человек выходит в жизнь одиноким, таковы реалии нашего мира. Пленила ты сердце мое, сестра моя невеста, пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей. Сестра невеста. Безусловно, ни о какой родственной связи между возлюбленными не идет речи. Образ восходит к Египту, где он регулярен в любовной поэзии, где, например, мы слышим, как лотос нераскрывшийся уста сестры моей, о груди померанцы. Нет сил разжать объятия этих рук. В египетской культуре такая параллель возможна, так как фараоны часто вступали в брак с родными сестрами. Однако соотнесенность с сестрой или братом может иметь иное значение. В последней главе возлюбленная скажет, «О, если бы ты был мне брат, тогда я, встретив тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы». То есть пара имеет желание явить свои отношения, но в патриархальном обществе какие-либо явные знаки любви и принятия возможны только применительно к близким родственникам. Таким образом, именование «сестра» или «брат» указывают здесь как на литературный штамм, так и на желание сокращения дистанции. «О, как любезны ласки твои, сестра моя невеста! О, как много ласки твоей лучше вина! И благовония мастей твоих лучше всех ароматов! Сотовый мед каплят из уст твоих невеста, мед и молоко под языком твоим, и благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана». Воспевание ласок в Библии Как для многих из нас это не вяжется с самой идеей духовной жизни, самой мыслью о ней, как о пути боли, скорби и лишений. Но мир, сотворенный Богом, хорош весьма. Данные им константы нашего бытия также хороши. Наша сексуальность, наши эмоции, вообще полнота нашего внутреннего и внешнего мира. То, что мы видим красоту и радуемся ей. То, что интеллект наш может проникать в глубины тайн бытия, то, что в любви мы жаждем всецелого единства с любимым человеком, все это проявление творческой руки Бога, его благой воли и промысла. Грех против Творца видеть в чем-то из этого скверну или нечистоту. Против этого восстает само Писание и предание Церкви. Да, безусловно, как и любой другой аспект нашего бытия, наша сексуальность также повреждена падением, наложившим отпечаток на всю нашу природу. Однако это повод не отсечь ее, а исцелить. Как ищем мы в Боге, например, просвещение ума, а не его потери, исцеление чувств, а не бесчувственности. Поэтому, ища и находя в этих и иных стихах песни и насказания, толкователи не погрешали против истины, но упускали ряд ее очевидных граней. Этот текст имеет пшат, имеет прямой смысл. Ничуть не меньший, ничуть не худший, чем любая связанная с ним аллегория. Запертый сад, сестра моя невеста, заключенный колодец, запечатанный источник. Рассадники твои, сад с гранатовыми яблоками, с превосходными плодами, киперы с нардами, нарты шафран, аиры корицы со всякими благовонными деревами, мирра и алой со всякими лучшими ароматами. Все сравнения этого стиха еще и еще раз указывают на весь рассматриваемый фрагмент, как на серенаду. Любимая недоступна. Она сравнивается с безусловными благами, местами отдыха и блаженства для знойного юга. Она как сад, полный благоухающих тенистых мест, источник или колодец с прохладной водой. Но сад, наполненный многочисленными благовонными травами, заперт, и источник закрыт камнем. Это в том числе и прямой образ девства, с чем согласны как иудейский, так и христианский толкователь. Встреча у источника знаменует собой обручение ветхозаветных праведников со своими невестами. У источника встретил Элиезер жену для сына господина своего Авраама, Ревекку для Исаака. У источника встретил Иаков свою любовь, Арахиль. И Моисей также встречает свою Сепфору. И всегда этот источник не представлен праздно, просто как местодействие. Нет, в нем всегда преподается вода. Ревека проявляет милость и поит верблюдов Элиезера. Иаков отваливает камень, который могли свернуть с места лишь несколько собравшихся пастухов, и поит овец Рахили. А Моисей отгоняет от источника узурпировавших его пастухов, и поит овец Сепфору и ее сестер. Закрытая, праздная, не утоляющая жажду вода через преподание становится знаком милости, любви, заботы, становится началом благословенных союзов, родивших множество праведников. И завершается этот образный ряд образом из Евангелия Теанна, встречей Христа и Самарянки у колодца. Здесь нет никакого брачного, вообще никакого полового контекста, хотя евангелисты не скрывают, что ученики были смущены, увидев учителя, беседующим с одинокой женщиной. Здесь образ воды раскрывается в полную силу. Это вода живая, текущая в вечную жизнь, вода которой полон Бог и которую хочет дать любому жаждущему без цены и платы, как говорится у Исаии или Захарии. Садовый источник колодец живых вод и потоки Сливана. Сила жизни, сила любви заключена не только в прекрасной деве, как запечатанном сосуде. Она заключена в каждом сердце. Каждый может превратиться из замкнутого, запечатанного источника, где вода тухнет, в весенний поток, бегущий с горы и превращающий бесплодную пустыню мира в благоухающий сад, в котором расцветут свои корицы и шафраны, дадут благоухание лозы. Этими водами, водами любви, полно будет царства. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром, говорит о невечернем дне Иоанн в Откровении. Поднимись ветер с севера и принесись с юга, повей на сад мой, и польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушая сладкие плоды его. В завершении главы к монологу влюбленного добавляется и голос невесты. Сиренада услышана. Он готов был насладиться хотя бы ароматами из запертого сада и призывает себе на помощь ветры. Но вот возлюбленная готова открыть. Продолжение следует...